Мошенники, инвестиции, детский бюджет. Все это не набор слов, а тема финансовой грамотности населения. У жителей республики отмечают специалисты низкий уровень финзнаний. И это грозит тем, что не все умеют планировать бюджет и эффективно использовать имеющиеся на рынке инструменты. А в погоне за быстрой выгодой часто поддаются на уловки интернет и телефонных мошенников. Министерство финансов Чувашской республики и Национальная библиотека совместно со Сбербанком провели практическую обучающую конференцию «Финансовая грамотность в библиотеках». Где в районах и малых городах узнать необходимую информацию? Конечно же в библиотеке, в центре притяжения. Библиотекари Заликовского, Козловского, Янтиковского и других районов приехали учиться и передать свои знания своим читателям. Одним из пунктов дорожной карты, которая у нас утверждена Координационным советом по повышению финансовой грамотности, как раз таки является задействование библиотек в повышении финансовой грамотности населения. Потому что они, как известно, работают с различными слоями населения. И максимальный охват населения, естественно, можно охватить с использованием библиотек. И надеемся, что уровень финансовой грамотности населения в итоге вырастет у нас во всех деревнях и поселках, как раз таки с использованием библиотечной системы. Мошенничество и безопасность платежей, управление личными финансами, инвест-программы. Эти темы обсуждались на конференции. В каждом районе мы будем помогать библиотекам присутствовать и обучать, и совместно проводить такие активности, потому что понимаем, что от финансового образования людей зависит в том числе их безопасность, ну и наше улучшение благосостояния. Во время пандемии злоумышленники тоже перешли на дистанционку. Как распознать мошенника и как ему противостоять. И он спокойно говорит, мужик, хочешь бутылку? Хочу. А тебе хочешь? Хочу. Идешь в банк, получаешь на себя карту, пин-код мне с картой. Спикер, как настоящий актер, представил и обыграл классические методы обмана, на которые попадаются даже самые недоверчивые. И вот эта бабуля в сопровождении таких двух дядей в робе, да, приходит в филиал, снимает там свои деньги и отдает им. Еще один блок был посвящен родителям и детям. Учиться планировать надо одновременно с математикой. Но прежде чем учить детей, надо самим знать, что и как. Мамы и бабушки постигали финнауку с АЗОВ. Я надвоюсь свою внучку отправлять в магазин, ей 5,5 лет. У меня страх такой очень большой. Первую покупку рекомендуют делать психологи в возрасте от 6 до 7 лет, когда дети уже могут читать. По окончанию семинара библиотекарь с багажом новых знаний отправили свои населенные пункты. Теперь спикерами будут они. Станет ли население финансово грамотным, покажет уже время. Екатерина Шиверова, Юрий Марков, Республика.